В Самаре стартовал региональный чемпионат WorldSkills. Сварщики, каменщики, токари, кондитеры, модельеры и воспитатели. 70 участников, 12 номинаций. Каждое выступление не просто демонстрация знаний и навыков, а настоящее шоу. Как работают профессионалы, увидела Анастасия Гончарова. Сварщики, токари, каменщики, модельеры, воспитатели и другие специалисты. Сегодня все трудятся по соседству. Региональный чемпионат профмастерства по стандартам WorldSkills собрал в Самаре около 70 участников из разных городов области. Петр Шалатюк в прошлом году уже становился победителем конкурса. В этом решил попробовать свои силы вновь. Молодой человек учится на строителе и параллельно работает облицовщиком-плиточником. Мне кажется, эта работа для меня престижна. Потому что мы делаем красиво, качественно. И это все стоит денег. Как бы и на этом можно зарабатывать и жить. В каждой номинации свои испытания. Будущим воспитателям, например, предстоит родительское собрание провести и сказку инсценировать. И пришел к Айболиту Барбос. Меня курица клюнула в нос. Студентка Ольга Чунина решила пойти по стопам мамы и бабушки, связав свою жизнь с дошкольным образованием. Девушка признается, участие в конкурсе – это своего рода экзамен. Мы проверяем все свои компетенции. Проверяем, готовы мы стать воспитателями или нет. Для нас моделируют ситуацию, схожую с ситуацией в детском саду. То есть мы все это должны будем там сделать. Если мы сделаем здесь, значит мы сделаем там. Конкурс стал уже традиционным. Он призван не только повысить престиж рабочих профессий, но и помочь молодым специалистам в трудоустройстве. Все компетенции, они проводятся на новом оборудовании, да, то есть это совершенно, скажем так, современное всеоснащение. И впоследствии работодатель будет заинтересован принять такого работника, который владеет соответствующими навыками. Город мастеров будет работать в течение четырех дней. За это время его смогут посетить и те, кто еще не определился с будущей профессией. Мы предусмотрели посещение школьниками всех площадок, основных площадок этого чемпионата, где бы они воочию могли посмотреть, как ребята, буквально их сверстники, трудятся, получить информацию о том, где можно подготовиться к этой специальности и, наверное, принять для себя определенные решения. По итогам соревнований самых трудолюбивых и профессиональных ждут ценные призы, премии из областного бюджета и возможность принять участие в окружном этапе конкурса. Анастасия Гончарова, Александр Дмитриев, Новости губернии.